Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас речь пойдет о добавках в грунт. Эти добавки помогут улучшить грунт, структурировать его и сделать более легким и питательным. Большинство готовых грунтов состоят из торфа. Однако это плохая питательная среда для почвенных микроорганизмов. Поэтому нам нужно вносить в этот грунт полезные составляющие, чтобы данные микроорганизмы могли активироваться и защищать наше растение от различных патогенов. Какие же добавки можно внести? Я использую обычные апельсиновые корочки. Добавляю на 10 литров грунта 1 литр данных корочек. Наверняка все знают, что корочки можно добавлять в грунт для легкости, для обогащения органикой. Однако они могут послужить и питанием для наших микроорганизмов. Например, это может быть триходерма, а также актиномицеты, которые будут также поглощать вот эту разлагающуюся органику и защищать наше растение от болезней. Вторая добавка в грунт – это мох сфагнум. При добавлении мха в грунт он становится более рыхлым, воздушным, более влагопроницаемым и отлично структурирует почву. Однако следует понимать, что мох сфагнум может подкислять почву, и в грунт большое количество мха вносить нельзя. На 10 литров грунта понадобится примерно литр мха для того, чтобы почва обогатилась и стала легкой. Надо еще сказать, что мох обладает антисептическими свойствами, а значит, грунт не только станет воздушным, легким, но еще и пройдет обеззараживание. При выращивании рассады часто возникают проблемы. Например, плесень, которая появилась на поверхности почвы. Это может случиться по нескольким причинам. Если вы плохо обеззаразили грунт, либо не вносили биопрепараты и патогены в почве начали действовать. Как же исправить эту ситуацию? Есть несколько хороших материалов. Во-первых, это обычный речной песок, который нужно предварительно прокалить на противне, а потом использовать в качестве мульчи. Насыпать слоем несколько миллиметров по почве в рассаде, и плесень не будет развиваться. А второй материал – это перлит. Перлит можно добавлять в грунт для легкости и рыхлости, а можно использовать как мульчу и посыпать небольшим слоем, когда рассада взошла и плесени никакой не будет. Однако следует понимать, что под слоем мульчи не видно влажность грунта. Как же ее определить? Просто берем стаканчик и по весу определяем. Если стакан тяжелый, значит почва еще увлажнена, а если легкий – нужен полив. Как видите, любые проблемы с грунтом можно решить без применения химии, а пользуясь лишь натуральными добавками в грунт. Применяйте данные добавки, и у вас будет шикарная рассада. Спасибо за лайки и комментарии. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok